Доброе утро, мальчики и девочки! Всем привет! Если вы любите удивляться и узнавать разные секреты, тогда смотрите нас внимательно. Фильм, как ты думаешь, осёл может быть похож на мамонта? На мамонта? Хе-хе-хе-хе! Нет, конечно! Ослы – маленькие животные с короткой шерстью. Я их на картинке сто раз видел. А я слышала, что во Франции есть редчайший вид ослов, которых иногда называют мамонтовыми. Думаю, нам стоит это проверить, а? Тогда летим во Францию? Летим! Марина, смотри, кто это? Ну, судя по длинным ушам Филя, это те самые ослы и есть. Ой, даже и не верится! Какие они огромные! Да, Филя, этот редчайший вид ослов самый крупный из существующих. Настоящее их название – пуату. Такие ослы по размерам не уступают лошадям. Пуату! Ой, странное название. Ну, вполне французское. Пуату – это название исторической области Франции. Она расположена примерно в 480 километрах от Парижа. То есть там они впервые появились? Не совсем так. Есть предположение, что длинношерстные ослы были завезены во Францию из Римской империи более двух тысяч лет назад. Использовали их для перевозки больших грузов, поскольку они обладали огромной силой и выносливостью. Есть сведения, что в то время некоторые из особей пуату достигали почти двух метров в холке. Ой! А сейчас тоже можно встретить таких огромных животных? Нет. Сегодня пуату стали значительно меньше своих прародителей. Однако, по сравнению с другими видами ослов, они всё равно остаются великанами. Хм, я думаю, что пуату были знакомы с мамонтами. Но в отличие от них, смогли пережить ледниковый период. Иначе зачем такая шерсть? На этот вопрос учёным ещё предстоит ответить. Но ты прав. Лохматость у пуату необычайная. Длина их шерсти иногда может достигать метра. Пуату даже в Книгу рекордов попали из-за этого. Эх, жаль, что почти все эти редчайшие животные находятся сегодня во Франции. А ты знаешь, Филь, что около трёх лет назад в московском зоопарке поселились две годовалые ослицы пуату – Адель и Сара. Ах, значит, мы сможем их увидеть! Ну, конечно! Тогда скорее полетели домой! Полетели! А вы, ребята, не переключайтесь и смотрите наши новые выпуски! Впереди вас ждут увлекательные путешествия в рубрике «Тайны шести континентов». на канале «Карусель»!